МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книгой новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Центру социального обслуживания Вера исполнилось 20 лет. Очень меня порадовало, что здесь осталась та же атмосфера теплоты, доброты. Администрация района обсудила с жителями деревни Петрушина дорожный вопрос. К концу апреля, начале мая мы уже выйдем на подписание договора. Подмосковное дерби на баскетбольной площадке Дворца спорта Видное. Должны победить. Родные стены должны нам помочь. Центр социального обслуживания Вера отметил 20-й день рождения. Все эти годы здесь помогают пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Проводят реабилитацию, дарят новые знания и впечатления, поддержку и заботу. Как живется им с Верой, с чего все начиналось и что может предложить видновчанам центр сейчас, расскажет Екатерина Борисова. Когда-то в этом здании был детский сад, но вот уже 20 лет здесь располагается Центр социального обслуживания Вера. Для многих жителей он стал вторым домом, куда приходит за помощью, общением и поддержкой. Сегодня он отпраздновал 20-й день рождения. Лидия Николаевна Дулова помнит, как все начиналось. Именно она в конце 90-х создавала Центр Вера с нуля и в течение 15 лет была его бессменным руководителем. Было всего здесь три отделения. Срочная социальная помощь, социальная помощь на дому два отделения. И потом, когда я уже уходила, у нас было 15 отделений. Сегодня, когда я сюда пришла, очень меня порадовало, что здесь осталась та же атмосфера теплоты, доброты, такого искреннего соучастия сотрудников к пожилым людям, к деткам, больным. Поздравить Веру с юбилеем пришло множество гостей. Они могли познакомиться и оценить творчество маленьких подопечных центра, а также написать свои пожелания для капсулы времени, которую торжественно откроют через пять лет. Алла Бояркина более трех лет пользуется услугами центра. Реабилитацию здесь проходят трое ее детей. В последнее время мы очень часто посещаем массажиста. Массаж – это для нас очень важно, для всех троих. И психолог, логопед хорошие. Все, что предоставляет детская реабилитация, все, везде ходим. Но особое место центр занимает в жизни пожилых людей. Музыка для песни, танцы. Гармонист приходит, играет. Мы все поем. Это очень приятно в нашем утре. Здесь интересно. Мы и танцы, и стихи, и другие мероприятия. Очень интересно. Я субботу-воскресенье, когда она не работает, Дома скучаю, просто не дождусь, когда снова начнется неделя. На втором этаже общая комната. Там в шахматы играем, развлекаемся. Там танцуют, поют. Благодаря центру веры мы обрели с супругой второй дом. Гостей ждала небольшая экскурсия по центру. А потом праздничный концерт, подготовленный силами самих социальных работников, их подопечных и партнеров. Езжайте в веру, в центр нашим видом. Заходите к нам на очень теплый огонек. Ежедневно для реабилитации в центр приходят около 50 детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями. Около 40 человек посещают отделение дневного пребывания. Более 450 пожилых людей получают помощь на дому. Словом, центру есть чем гордиться. Мы достигли больших результатов. Мы четвертыми открыли в Московской области отделение детской реабилитации в Развилке. Это большой прорыв. И девятыми мы открыли второе отделение детской реабилитации уже здесь, на Садовой 22, в нашем родном городе Видное. Но руководство не намерено останавливаться на достигнутом. Будем развивать непосредственно детскую реабилитацию. Мы хотим оснастить ее современным оборудованием, провести ремонт и создать все условия, для того, чтобы ребенок мог получить у нас широкий спектр услуг. Для того, чтобы воспользоваться услугами Центра Вера, необходимо обратиться в Ленинское управление социальной защиты или непосредственно в сам Центр. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В деревне Петрушино состоялась встреча заместителей главы администрации Ленинского района и начальника управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта с жителями. В ходе беседы обсуждался дорожный вопрос, который волнует местное население. Жители деревни активно голосовали на портале «Добродел» за ремонт своих дорог и получили такую возможность. На встрече они предметно обсудили план и сроки работ. Мы рассчитываем, если все пройдет нормально, если будут участники, и все пройдет без боя, что где-то к концу апреля, начале мая мы уже выйдем на подписание договора. Примерный старт дорожных работ назначен на вторую половину мая. В ходе ремонта будет проведена смена покрытия на двух дорожных участках. Все работы планируют закончить в максимально короткие сроки. Мы обсудили вопросы, которые попадают в нас объекты под ремонт в этом году, объекты дорожного хозяйства. У жителей понимание есть, понимание есть по самим объектам. Однако по ходу встречи жители задавали вопросы и по другим объектам, которые также требуют обновления. Например, спортивная площадка. Наш президент Владимир Владимирович поднимал вопрос о спортивных мероприятиях на местах, и чтобы люди были более привержены спортивному, здоровому образу жизни. Мы бы хотели, чтобы у нас сделали спортивную площадку, всепогодное покрытие. И этот, и другие вопросы жителей были услышаны. Работы по ним обещали запланировать на следующий год. 16 мая в Ленинском районе состоится областное мероприятие, проводимое Министерством образования Подмосковья и Московской епархии. Открытый урок, объединенный одной темой, подготовка к нему началась уже сейчас. Во Дворце Спорта Видное, где и состоится тематическое мероприятие, прошло совещание с участием организаторов. На встрече во Дворце Спорта Видное присутствовали организаторы ежегодного открытого урока, который проводится совместно Министерством образования Подмосковья и Московской епархии. Урок пройдет в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, и больше будет похож на театральную постановку, объединенную одной общей темой. В этом году она звучит как «Молодежь, свобода и ответственность». Тема очень важная, актуальная. И хотелось бы, чтобы тот урок, который будет нам предъявлен, чтобы он был действительно на самом высоком уровне духовности, нравственности, и показал нашим ребятам какие-то правильные пути из тех проблем, которые, к сожалению, в современном мире очень присутствуют и в очень большом количестве. Для нашего муниципалитета проводить такие масштабные мероприятия не в новинку. В 2017 году Дворец Спорта уже был площадкой для такого урока. Сейчас при подготовке весь опыт того года будет учтен. «Нужно еще раз поднять нам прошлую историю, где-то что-то добавить, может быть, какие-то есть требования, пожелания, намерения со стороны коллег. Мы обязательно должны на это обратить внимание». Предполагается, что участниками открытого урока будут более трех тысяч школьников со всего Подмосковья. Ожидается приезд высоких гостей из других регионов. А само мероприятие организаторы планируют сделать как никогда масштабным. В том числе принято решение о проведении онлайн-трансляции, чтобы зрители по ту сторону экрана смогли стать полноправными участниками урока. «Возможность такая, что дети, в том числе те, кто будет сидеть в актовых залах, в своих, по, допустим, QR-коду или по ссылке, смогут заходить на сайт опроса и отвечать на какие-то вопросы. Мы можем, ну, три-пять вопросов, я думаю, чтобы не загромождать. И, в принципе, мы могли бы в онлайн-режиме ответы выводить». После совещания коллегия организаторов осмотрела зал, где установят сцену, а также холл Дворца спорта, в котором будут принимать гостей мероприятия. Впереди обсуждение вопросов безопасности и логистики. «Мы в течение двух недель соберем данные с территории, сколько будет каких больших автобусов, маленьких, и вам направим. И вы, когда получите фактическое количество автобусов, больших и маленьких, уже решите, здесь вы их будете парковать или куда-то отправить». Также в день открытого урока будет проведена тематическая научно-практическая конференция с участием представителей Московской епархии и делегатов из муниципальных образований Подмосковья. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Да здравствует мыло душистое! В теперь уже далеком 1923 году эти всем нам знакомые строчки написал Корнея Чуковский. В наше время мыло стало еще и способом творческого самовыражения. В Развилковской библиотеке прошел мастер-класс по его изготовлению. За буйством мыльных фантазий наблюдал наш корреспондент Максим Козлов. Каникулы, веселая пора, уроков нет, зато есть куча свободного времени. Можно проводить его веселясь на детской площадке, а можно с пользой, отправившись в Развилковскую библиотеку. Здесь проводится множество интересных мероприятий. Можно, например, стать участником мастер-класса и постигнуть таинство мыловарения. Я бы так же основу, пока вас не было, я ее растопила. Есть вот такие специальные формочки. Я в эти формочки их залила, и вот они что у нас получились? Шарики. Да? Вот так вот я делала много-много цветных шариков. Строго говоря, мыло сейчас никто не варит. Перед заливкой в форму его растапливают в микроволновке. Форма в данном случае весьма оригинальная. Яичная скорлупа, из которой вынули желток и белок. На этом мастер-классе делают подарок к Пасхе. Увлечение это очень практичное. Мыло всегда пригодится в хозяйстве и вряд ли будет лежать на полке, в отличие от многих других, даже самых красивых поделок. Кроме того, кусочек собственноручно изготовленного мыла – это отличный подарок на любой праздник. Главное – правильно его оформить. Чтобы мыло из обычного куска превратилось в произведение искусства, одной оригинальной формы мало. Необходимы наполнители. И здесь можно дать волю фантазии. Ведущая мастер-класса Екатерина Фролова считает, для того, чтобы мыло получилось, от того, кто его готовит, требуется самая малость. Это должно быть желание. Вот если есть желание, то мыло по-любому получится. Такого, чтобы мыло не получилось, оно просто не бывает вообще. Я сама по себе мыло варю, наверное, лет с девяти, когда понятия маловарения не существовало вообще. Мы жили у бабушки в деревне, тогда нас голову заставляли мыть хозяйственным мылом, оно было невкусное. И мы с сестрой его на терке натирали, туда красную москву наполняли, все это на водяной бане топили. У нас было желание иметь хорошее мыло. И оно у нас тогда получалось. Поэтому для маловара основное – это вот желание. Судя по тому, с каким энтузиазмом ребята корпели над своим мылом, желание у них хоть отбавляй. Среди тех, кто принял участие в мастер-классе, были и дети с особенностями развития. И отрадно отметить, что на результаты труда это не отразилось никак. Интересный факт. Средние века мыло было дорогим и недоступным. В подтверждение этого историки приводят довод, что даже королева Испании Изабелла Кастильская смогла воспользоваться им всего два раза в своей жизни – при рождении и перед свадьбой. После того, как все необходимые ингредиенты поместили в форму, мыло отправилось в мобильный холодильник остывать. Заполнить паузу решили фотосессией на фоне гигантских одуванчиков. Выбор дополнительных атрибутов весьма широкий. Улыбайте, девчонки! Здесь же Екатерина Фролова рассказала о теме следующего мастер-класса – изготовление праздничных венков, также из самых простых материалов. Тем временем мыло застыло, и пришло время освободить его из формы. Дело это оказалось нелегким. Самое дорогое мыло в мире – катар – производится тоже вручную в Ливане одним из местных мастеров. 160-граммовый кусочек стоит 2800 долларов. С виду обычное мыло. Не лучше этого, но в нем есть 5 грамм алмазной и 17 грамм золотой пудры. Для участников мастер-класса то, что они сделали своими руками, тоже дорого. Ведь они вкладывают в свое творение любовь и душу. Последний штрих – упаковка. Как известно, именно она создает праздничное настроение. Наклеиваем цыпленка – и готово. Результатом довольны все. Я хочу маме подарить. И мне очень все понравилось. Особенно, когда мы делали мыло. Само. Мне очень понравилось, что мы делали такое мыло, и я бы его подарил папе. Скоро эти подарки будут радовать родных и близких ребят. А впереди у школьников еще немало разных полезных развлечений, ведь каникулы продолжаются. Максим Козлов, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ. Спортсменки-красавицы к матчу готовы. Продолжается турнир за 5-е, 10-е места премьер-лиги чемпионата России по баскетболу, в рамках которого состоялось подмосковное дерби. За противостоянием наблюдала Екатерина Коваленко. На парке Дворца спорта «Видное» вышли наши баскетболистки, а противостоял им «Спартак» из Ногинска. Яркая, динамичная игра завязалась на паркете уже с первых минут. Команды демонстрировали примерно равную по силе игру и оказывали друг другу мощное сопротивление. Дерби – это в любом случае такие особые матчи, и они всегда непростые. Не важно, кто находится чуть пониже в турнире, кто чуть повыше. В принципе, мы обычно одерживали победы, но каждая игра навсегда сюрприз, и ты не знаешь, что тебя ждет в самом конце. Поэтому, как будем работать, такой и будет результат. На протяжении всей первой половины встречи цифры на турнирном табло были практически одинаковые. Но высокий процент реализации трехочковых бросков позволил виновским «Спартакам» все же уйти на большой перерыв с преимуществом. К тому же матч проходил при горячей поддержке, наших трибун. Очень напряженная, напряженная игра, как никогда. Мы очень часто ходим, смотрим, и это напряженное. Если они соберутся сейчас, то они выиграют. Сегодня они более лучшими формами, чем предыдущие игры. Видно по игре, они более активны сегодня. Они сейчас во второй периоде будут поднажмывать. Они всегда в первой половине не очень, а во второй они их ждут. Должны победить, должны победить. Родные стены должны нам помочь. Так и получилось. В заключительной части домашней встречи видновчанки показали результативную и дисциплинированную игру и стали явными лидерами. К финальной серии наши баскетболистки подошли с разгромным счетом 88-74. Следующую игру премьер-лиги «Спарта-НК» проведет 7 апреля в Курске с местной командой «Инвенты». Екатерина Коваренко, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И о погоде. В субботу будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 8, ночью плюс 2. А у меня на этом все. Желаю вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин